А теперь давайте мы с вами обратим свое внимание на немного другой сегмент нашего религиозного сообщества. Помните, мы говорили с вами о том, что есть узкая ортодоксия, есть широкая ортодоксия, и между всеми церквями, которые мы согласны считать христианскими, и абсолютно нехристианскими церквями, есть какая-то прослойка небольшая группы организаций, по поводу которых мы не совсем уверены. То есть мы не знаем, не всегда согласны в том, к кому их относить. Вот теперь поговорим с вами именно об этих организациях. Обычно мы называем их группами с характеристиками культа или группами с отклонениями в учении. Группы с отклонениями в учении или группы с культовыми характеристиками. Давайте попробуем понять, что они собой представляют, эти группы. Христианский апологет по имени Роберт Пардон пишет об этом следующим образом. Определяя группу с доктринальными отклонениями, важно помнить, что мы имеем дело не с совершенной ересью, но зачастую с традиционной группой, которая находится на пути от периферийной христианской общины к ереси, полностью выходящей за пределы христианской ортодоксии. Еретическая группа берет какой-то основополагающий момент христианства и делает его второстепенным. Группа за склонениями, напротив, берет какие-то второстепенные моменты и делает их главными. То есть, иными словами, это группа, которая в самых главных моментах, в общем-то, вроде бы проповедует христианское учение. Но есть какие-то моменты в более второстепенных вещах, которые просто выпадают за пределы христианской ортодоксии. Например, группа совершенно однозначно четко считает, что Христос придет в 2012 году. Да, и считает, что это является центром и смыслом всего их богословия. Господь сказал, что ни один человек никогда не будет знать этой даты, и поэтому мы знаем, что у этой группы, пускай даже все остальное они проповедуют совершенно нормально, есть серьезная проблема. Да, и у нас возникает вопрос, как к этим людям относиться. Или, скажем, учение единственников или учение поместной церкви. Вроде бы они говорят, что мы верим в Троицу, но при этом та версия Троицы, которую они проповедуют, она совершенно не ортодоксальная, которую христианская церковь уже осудила однажды во II-III веке как учение савилианства или модализма, назвав его совершенно не христианским. Такие вот возникают любопытные коллизии. Значит, один очень известный христианский социолог, апологет по имени Роналд Эннрат, он приводит следующее несколько признаков таких вот групп с уклонениями в учении. Значит, важно иметь в виду, что эти признаки это просто общий список, то есть они могут быть не все у данной конкретной группы. Чем больше у конкретной группы есть таких признаков, тем больше у нас есть повод для волнения. Да, это такие вот тревожные маячки, которые мы с вами должны иметь в голове. Давайте посмотрим на эти признаки. Во-первых, это авторитарное руководство. Авторитарное руководство. Что такое авторитарное руководство? Это ситуация, когда человек говорит, начальник во всем прав, если начальник не прав, смотри пункт первый. То есть его мнение всегда решающее. К сожалению, во многих церквях существует такой не совсем явный вид авторитаризма, когда говорится следующее. Бог поставил твоего пастора быть твоим руководителем. Он передал пастору власть. И, соответственно, если пастор что-то говорит, то ты должен пастору подчиняться. Если пастор требует от тебя чего-то нехорошего, он сам за это потом перед Богом ответит. Но ты, как прихожанин, должен пастору подчиняться во всем, чтобы пастор тебе не говорил. На самом деле Писание нигде не говорит о том, что у пастора или у какого-либо земного служителя есть такая большая власть. Вспомните апостола Павла, который противостал апостолу Петру и в Галатах писал о том, что в именитых чем-либо, в тех, которых почитают столпами, нет для меня ничего особенного. Потому что для него авторитетом является, конечно, слово Божие. И он не побоялся публично совершенно противостоять Петру, когда Петр пошел несколько против совести и против учения, которое церковь считала истинным. Авторитарное руководство. Второе. Отклонение от Писания во второстепенных вопросах. То есть какие-то принципиальные, главные, основные моменты, которые мы считаем критериями христианского учения, вроде бы звучат нормально, или, по крайней мере, их основное исповедание, а либо какие-то нюансы, либо какие-то второстепенные моменты, там есть нечто, что вызывает наше беспокойство, и что в значительной степени противоречит Писанию. Третий момент. Это акцент на эмоциях и переживаниях. То есть люди подчеркивают не столько правильность веры, не столько правильность проповеди Божьего слова, сколько им необходимо, чтобы люди постоянно переживали какие-то правильные эмоции. То есть христиане всегда должны улыбаться, или христиане всегда должны... Если, допустим, в христианское собрание все должны радостно прыгать, если ты радостно не прыгаешь, наверное, у тебя какая-то проблема, значит, надо из тебя какой-нибудь беса выгнать, к примеру. То есть, соответственно, это, конечно, крайний пример, опять вы понимаете, но тем не менее, акцент на эмоциях и переживаниях есть всегда. То есть людей всегда ориентируют не столько на правильное понимание Божьего слова, сколько на то, чтобы прислушиваться к своему внутреннему миру. Вот у меня там селезенка ёкнула, что мне Бог хочет сказать таким образом? Вот у меня там щиколотка заболела, наверное, я вчера согрешил, значит, надо сегодня исповедаться. То есть вот это внутреннее переживание, внутренний мир, он как раз для человека является более важным, чем некое объективное Божье слово, которое можно толковать и четко понимать. Четвертый момент. Вера в собственную исключительность. Вера в собственную исключительность. Когда люди говорят, вот только мы одни понимаем, что боль в селезенке является признаком греха, вот и поэтому, раз только у нас есть такое откровение, значит, все остальные люди, они вот Бога плохо знают, значит, мы самые лучшие, а христианская церковь все, соответственно, к нам приходите. Пятый момент. Нападки на другие христианские церкви. Нападки на другие христианские церкви. То есть речь идет не просто о том, что у нас есть некие учения, которые есть, которых нет у них, а речь идет о том, что вот они все разворотились, они все законники, они все живут какой-то там мертвой духовной жизнью, вот сравните их с нами, сколько у нас плодов духа, да, сколько у нас там радость на собраниях, они в сравнении с нами вообще непонятно кто и непонятно чем живут. Здесь, опять-таки, важно иметь в виду, что все мы, конечно, понимаем, что у нас есть разногласия какие-то, и все мы время от времени говорим, вот я с той и той церковью не согласен по тем-то иным причинам, и вот что-то мне там как бы не согласен с тем, как они чем-то занимаются. Здесь важно иметь в виду, что для этих церквей нападки на другие христианские церкви являются именно постоянным делом, то есть это занимает важное место в их проповедях, это важная часть их жизни, потому что это один из совершенно замечательных способов сплотить людей вокруг себя, если ты покажешь людям, что вокруг враги находятся. То есть, знаете, как вот когда в стране начинаются какие-то проблемы и беспорядки, нужно устроить какую-то маленькую победоносную войну, и вокруг вот этой вот идеи борьбы с врагом все люди сплачиваются, забывают о всех своих разногласиях, о всех проблемах, о голоде, обо всем, готовы пожертвовать всем, затянуть ремень на три дырочки, лишь бы только вот война была выиграна. Это очень хороший психологический способ решить все проблемы, просто показать, что есть враг внутренний и есть враг внешний, и пока люди охотятся за этими врагами, можете заниматься чем хотите, проповедать что хотите, люди будут слишком заняты, чтобы с вами разбираться по этому поводу. Соответственно, у многих групп таких есть болезненное ощущение своей гонимости. То есть, они все время чувствуют, что их преследуют, что их не любят. И в значительной степени это правда, потому что если они постоянно, так сказать, критикуют других людей, если они постоянно ведут себя неадекватным образом, то получается, что они сами нарываются на такие гонения. То есть, это еще одно такое самоисполняющееся предсказание. Следующий признак – это манипулирование людьми. Это ситуация, когда, мы уже говорили о ней вскользь, когда пастор или руководство церкви использует людей в своих целях, при этом им ничего не объясняя. Например, в качестве такого достаточно явного примера, есть церкви, в которых существует обязательная исповедь еженедельно. То есть, каждый прихожанин должен обязательно раз в неделю своему лидеру или своему пастору отчитываться обо всем, что он сделал. И все эти вещи, они аккуратненько записываются. И до тех пор, пока у человека никаких проблем нет, все эти вещи просто хранятся в архиве. Но стоит только человеку поднять голову и сказать, что я в чем-то не согласен, тут же открывается архив, вытаскиваются все вот эти вещи, и говорится, товарищ, и вот ты будешь нам объяснять, что мы в чем-то не правы, посмотри, насколько много ты там наворотил. Причем интересно, что сам пастор обычно ни перед кем не исповедуется. То есть, он такой недосягаемый, реет где-то там на высоте, ну да, такой маленький Папа Римский. Хотя, я думаю, что у Папы Римского есть исповедник, в отличие от такого пастора. Следующий момент, это гипертрофировано строгий образ жизни. Гипертрофировано строгий образ жизни. То есть, человеку запрещают те вещи, на которые у человека есть полное брало. Я не знаю, допустим, человеку запрещают носить теплую одежду зимой, говорят, смиряй плоть. Я не знаю, или человеку запрещают пить, воду там, неделю, допустим. Говорят, вот там, ты согрешил, давай плоть твою немножко по морям. Или там, общаться с родными. Говорят, что родные тебя отвлекают в служение Богу, поэтому, значит, будь добры, посещай их раз в году, допустим. Или ему говорят, ты не имеешь права работать, допустим, ни на одном предприятии, которое не принадлежит нашей организации, потому что деньги уходят в мир. Да, деньги должны протекать в церковь. Значит, ты должен работать здесь у нас. Таких примеров очень много, на самом деле, и, к сожалению, они все вполне реальны. Неоправданно жесткая дисциплина. В данном случае речь идет даже не столько о правилах поведения, сколько неоправданно жестких наказаниях, наверное. Потому что за даже небольшие грехи часто людей наказывают очень жестким образом, вплоть до физических наказаний. Людей могут морить голодом, не знаю, пороть разгами. Есть много разных примеров совершенно реальных, когда такие вещи происходят. Когда, опять же, запрещают видеться с родными в виде наказания, какие-то там епитимии накладывают, заставляют работать по 20 часов в сутки, отправляют на какие-то там трудовые лагеря, которые существуют при сектах и организациях. То есть наказание, на самом деле, очень серьезное, суровое и несоразмерное тем преступлениям, проступкам, которые человек совершил. То есть идея как раз в том, чтобы добиться беспрекословного подчинения руководства. Ну и последний момент в этом списке – это трудный процесс выхода из группы. Трудный процесс выхода из группы. То есть из этих групп обычно просто так никто не уходит. Когда человек уходит даже по своей воле, его объявляют отступником, распутником, вспоминают ему все грехи, в которых он когда-то исповедовался. И иногда лидер получает откровение о том, что причина, по которой человек ушел из группы, это не потому, что он понял, что мы не правы, потому, что есть какой-то тайный грех, которому не захотел признаться, ему было стыдно, он сбежал. То есть есть масса способов сделать так, чтобы человеку потом жизнь сладкой не показалась. Опять же, не в каждой группе с отклонениями в учении все эти признаки присутствуют. Чем больше этих признаков есть, тем более серьезная ситуация. И когда присутствуют все эти признаки, и к этому добавляется еще и, допустим, отклонение в серьезном каком-то учении, то тут мы уже имеем дело с тем, что стоит на грани культа, то, что уже переходит за границу абсолютно допустимого. Слишком серьезно, чтобы с этим можно было мириться. И еще одно последнее определение в рамках нашего второго раздела называется это дисфункциональная церковь. Дисфункциональная церковь. Что это такое? Дисфункциональная семья – это семья, в которой отец пьет, бьет своих детей, родители не работают, дети без присмотра. То есть семья, которая не выполняет своих обязанностей и вместо того, чтобы заботиться о детях, она их калечит. Вот дисфункциональная церковь – это церковь, которая вроде бы имеет все признаки нормальной церкви, да, вроде бы и учение нормальное, и внешне все красиво очень выглядит, и никаких внешне опасных признаков нет, а внутри людей просто калечат, духовно, физически, по-всякому. И, как правило, это либо очень маленькие группы из нескольких десятков или сотен человек во главе с одним авторитарным лидером, либо это какие-то маленькие периферийные приходы в Большую Церковь. На самом деле вот такой феномен может произойти в обычной лютеранской, баптистской, методистской православной общине, когда пастору или священнику помнится, что он наместник Бога на земле, когда он решит, что вот его мнение, оно теперь имеет абсолютную ценность, и, соответственно, все люди, которые живут в этой общине, должны ему подчиняться и его слушаться. Христианский социолог Рональд Эннред пишет об этом следующим образом. Каковы главные признаки нездоровой аберрантной церкви? Ключевым индикатором является стремление и руководство господствовать над стадом, контролировать своих прихожан. Жестокие руководители требуют подчинения и абсолютной верности. Человек, который задает неудобные вопросы или не идет в ногу с программой, подвергается изгнанию. Для того, чтобы манипулировать подверженными влиянию членами церкви, используется чувство вины, страх и психологическое давление. Особенно, если членам группы внушили, что сомневаться в пастыре, это все равно, что сомневаться в Боге. И существует, условно говоря, пять признаков такой группы. Опять же, они не обязательно присутствуют все. Чем больше таких признаков есть, тем более серьезная складывается картина. Первый признак — это авторитарное руководство. Второй признак — это создание привлекательного внешнего имиджа, у которого есть одна цель — скрывать от посторонних внутренние проблемы группы. То есть, когда вы приезжаете в такую церковь, все улыбаются, все счастливы, все замечательно, и никто никогда не скажет вам о тех проблемах, которые на самом деле там есть. Потому что все это хранится в строгом секрете. Помните, как в фильме «Добро пожаловать ли посторонний вход воспрещен»? Вы веселы? Веселы! И так далее. То есть, людей определенным образом учат создавать некий внешний имидж. Третий момент — подавление свободомыслия и критики. Подавление свободомыслия и критики. Очень часто в таких группах людям внушают, что критический дух и критическое мышление — это одно и то же. Значит, на случай, если вы не знаете, это разные совершенно вещи. Критическое мышление — это способность трезво оценивать окружающую реальность. Критический дух — это когда вы на самом деле пытаетесь критиковать абсолютно все вокруг, потому что вы ни с чем не можете смириться. Критическое мышление — хорошо. Критический дух — плохо. Не нужно путать одно с другим. Если у вас есть критическое мышление, это не значит, что вы будете критиковать все и всех вокруг. Это значит, что вы просто способны оценить, когда вам говорят правду, а когда вас обманывают. Это замечательная вещь, которую нужно дорожить и которую нужно хранить, потому что те люди, которые перестают критически воспринимать действительность, именно на них культы и наживаются. Именно они являются первыми жертвами таких вещей. Четвертый момент — требование абсолютного совершенства. Требование абсолютного совершенства. То есть, от человека постоянно требуют, что он во всем был совершенен, не совершал никаких ошибок и никаких проступков. Если он совершает такие ошибки и проступки, его за это строго, жестоко, серьезно наказывают, а при случае еще и припоминают. Причем интересно, что припоминают всегда не сразу, а это аккуратно записывают и потом спустя какое-то время, когда будет необходимо, ему припоминают все сразу. Такая вот характерная вещь. Ну и, наконец, последний момент — это обычно преувеличение важности второстепенных вопросов. То есть, люди не столько искажают учения, сколько подчеркивают какие-то второстепенные моменты, которые придают и группе некую исключительность. Допустим, я не знаю, только наш пастор может так впадать в транс, что во время проповеди на кафедры падает под раэль и там лежит два часа подряд. Да, вот. Может он такие вещи делать. Или какие-то другие. Я, конечно, привожу крайние примеры, но хочу, чтобы вы поняли. Да, именно какие-то второстепенные мелкие моменты, которые вообще не имеют никакого значения, вот они представляются как некая видимая характеристика, видимый признак особой святости, особой избранности этой группы. Говорят, вот мы это делаем, никто другой больше этого делать не может. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok